В праздничные дни на футбол. В Краснозаводске на стадионе «Старт» состоялся товарищеский матч с участием гостей из «Электростали». Желтая форма – команда спортшколы «Сергиев Посад». Белая – «Электросталь». Игрокам по 15-16 лет. Стадион «Старт» открылся осенью после реконструкции. Главное достижение – футбольное поле с подогревом, выполненное по стандартам международной футбольной организации «ФИФА». Вы видите, февраль на дворе, достаточно прохладно, снег, а поле в идеальном состоянии. Это замечательно, у нас есть возможность зимой заниматься на хорошем поле. Это только первый этап. Высокотехнологичное поле, новые трибуны, ограждения, освещение. Работы по областной программе «Спорт в Подмосковье» продолжатся в этом году. «Мы продолжим здесь работу. Здесь еще будет волейбольная площадка, здесь будет освещение. Здесь в целом будет сделано полное благоустройство. То есть спортивный комплекс должен быть закончен. Но и мы надеемся, что те новые руководители, которые сюда придут, смогут его эксплуатировать так, чтобы здесь всегда было много народу. Это не должно быть никаким закрытым футбольным клубом. Это должно быть, наоборот, открытое для всех жителей всего Краснозаводска, естественно, и всего нашего городского округа. Должен быть открытый стадион. И этим тоже надо заниматься, так называемое физкультурное движение. Оно тоже должно жить». Депутат Госдумы Сергей Пахомов пообщался с начинающими футболистами, для которых тренировочное поле пока кажется огромным. «Во сколько у вас есть?» «У меня семь. «Десять будет семь». «О, ну нормально. Да вам уже скоро пора за старшую команду играть». В первом тайме «Электросталь» оказалась техничнее, но это не отразилось на счете. Ноздря в ноздрю. Один-один. А вот после перерыва стало напряженнее. «Матвей! Матвей! Опять первый момент! Камень в ногу! Второй! Чего мы выключаемся?» Матч между командами спортшколы Сергеев-Пасад «Электросталь» закончился в ничью. 2-2. Ирина Белякова, Евгений Шевченко. Программа «События».